В ГИБДД подтвердили правомерность арестов водителей за езду без полисов ОСАГО. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азад. Это по-прежнему канал Автосправочное. Ранее я уже публиковал видео на тему того, что в регионах водителей начали арестовывать за езду без действующего полиса ОСАГО. Напомню коротко о чем идет речь. На сегодняшний день ответственность за отсутствие у водителя полиса ОСАГО предусмотрена статьей 12.37 КОАП РФ. Ответственность по данной статье составляет штраф в размере 800 рублей. Как обычно сейчас это происходит, человека останавливают на дороге. Если выясняется, что у него нет полиса ОСАГО, то соответственно ему выписывают штраф в размере 800 рублей. Но в некоторых регионах в последнее время, в течение 2021 года, происходили такие случаи, когда водителю помимо этого штрафа по статье 12.37 выдавали также письменные требования сотрудника полиции, которым как раз таки является и автоинспектор в том числе, об устранении выявленного правонарушения. То есть таким образом получается человек должен был выполнить это письменное требование. Чаще всего оно выдается сроком на 10 суток. То есть у него в течение 10 суток было время на то, чтобы прекратить противоправные действия. Соответственно тут возможны были два варианта. Первый вариант. Если он принципиально не хочет страховать свою машину, то он может ее грубо говоря поставить на прикол. И просто-напросто прекратить эксплуатацию транспортного средства без действующего полиса ОСАГО. Второй вариант. Соответственно он может просто-напросто в течение этих 10 суток оформить, купить полис ОСАГО. И в дальнейшем уже просто-напросто продолжить эксплуатацию в обычном режиме. То есть никуда ехать, ГИБДД что-то там предъявлять, ему ничего не надо. В случае повторной остановки он просто может показать действующий полис ОСАГО. И соответственно никаких вопросов к нему больше не будет. Многие после этого видео под ним прям в комментариях писали мне много очень интересных вещей. На тему того, что я там жуки нагоняю, что я там что-то придумал и так далее. Что никто не имеет права арестовывать за ОСАГО, потому что это не является неисправностью. Что это все применяется только к тонировке, к неисправным тормозам и так далее. Тем, кто писал такие комментарии, я хочу обратиться. Во-первых, это все не я придумал, я лишь рассказываю те факты, которые мне стали известны. Если вы хотите получить подробности на тему того, что это законно, незаконно, рекомендую вам изучить статью 13 закона о полиции. Там все это довольно-таки подробно и в деталях все расписано. Далее, по поводу того, что в регионах происходят аресты, я уже приводил два реальных факта. В мае 2021 года в Челябинской области был остановлен водитель, которому выписали требования об устранении выявленного правонарушения в части отсутствия ОСАГО. Он его не выполнил и у него буквально в течение месяца его еще раз остановили. Выяснилось, что ему было выписано требование. Он его не исполнил. И, соответственно, это дело передали в суд. Суд, в свою очередь, по статье 19.3, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, выписал этому водителю штраф в размере 3000 рублей. Второй случай произошел буквально недавно, в сентябре 2021 года, уже в Красноярском крае. Ситуация была точно такая же. Водителя остановили. Страховки у него не было. Выдали ему письменные требования об устранении нарушения. Он его не выполнил. После повторной остановки, опять же, дело по статье 19.3 передали в суд. В данном случае суд был более строгим. Он выписал водителю реальный административный арест на срок двое суток. То есть, я этого ничего не придумал. Те, кто не верят, можете сами перейти на сайты этих судов, этих регионов и удостовериться, что такие факты действительно есть. И я думаю, что эти два факта наиболее известны просто-напросто, наиболее нашумевшие. На самом деле, таких фактов гораздо больше. Я напомню, что ответственность по статье 19.3 за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в марте 2021 года была существенно ужесточена. Теперь по этой статье водителю грозят три варианта наказания. Первое наказание – это штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Второе наказание – это обязательные работы на срок до 120 часов. Третье наказание – это реальный административный арест на срок до 15 суток. В конце сентября текущего года практику применения статьи 19.3 по нарушениям в сфере ОСАГО официально подтвердили в ГИБДД. Дело в том, что один из депутатов направил запрос на имя главы ГИБДД Михаила Черникова с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию как раз-таки с арестами за езду без ОСАГО. В итоге, в конце сентября текущего года газета «Коммерсант» опубликовала официальный ответ со стороны ГИБДД. Вот этот материал газеты «Коммерсант» от 23 сентября 2021 года. ГИБДД разъяснило практику применения ареста или обязательных работ за езду без ОСАГО. Начальник ГИБДД Михаил Черников в ответе депутату ЛДПР Ярославу Нилову подтвердил возможность применения полицейскими части 1 статьи 19.3 КОАП в неповиновении требованием полицейскому за управление автомобилем без ОСАГО. Ранее парламентарий обращался в госавтоинспекцию за разъяснениями в связи с тем, что в ряде регионов началась подобная практика, сочтя это незаконным. Господин Черников напомнил, что за езду без полиса ОСАГО действует штраф по части 2 статьи 12.37 КОАП 800 рублей. Вместе с тем, следует из ответа, согласно закону о полиции и указу президента номер 711 от 98 года положения УГИБДД, сотрудники госавтоинспекции вправе требовать от нарушителей прекратить противоправные действия, связанные с эксплуатацией автомобилей, в том числе управлять машиной без автогражданки. За неповиновение требованию полицейского применяется часть 1 статьи 19.3 КОАП. Она предусматривает санкции в виде штрафа, административного ареста или обязательной работы. Решение принимает суд. Таким образом, исходя из данного ответа ГИБДД, исходя из реальных фактов из судебной практики, действительно, если вы управляете автомобилем без полиса ОСАГО и принципиально не выполнили выданные вам письменные требования сотрудника полиции, то вполне возможно, что к вам может быть также применена статья 19.3 КОАП РФ. Как я уже рассказал ранее, одним из видов наказания по этой статье как раз таки является арест до 15 суток. Поэтому это все не фантастика, это все не я придумал. Действительно, такая ситуация на сегодняшний день сложилась. Поэтому, если вы не хотите иметь проблемы с законом, я рекомендую всем просто-напросто вовремя оформлять полис ОСАГО и больше не думать о том, что вас могут там остановить, что вам могут выдать какое-то требование, вас могут арестовать и так далее. Оформив полис ОСАГО, вы можете спокойно передвигаться по дорогам. И не нужно будет писать под видеороликами комментарии в духе того, что это все незаконно, это все беспредел и так далее. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok